Девушка, здравствуйте. Ответьте нам несколько вопросов. Сколько в Барнауле граффити райтеров? 4 миллиона. А производят ли в Барнауле автомобили? Да. А что мы сейчас смотрим? Вы смотрите Большой Барнаул. Пока Большой Барнаул не выходил в эфир, в городе произошло очень много важного. Тут провели Лыжню России, открыли год кино, наконец-то, и вручили губернаторские премии лучшим спортсменам края. А сейчас все вместе, и в следующие 10 минут вы не услышите ни слова обо всех этих событиях, потому что в эфире Большой Барнаул. Город. А-а-а. Я распелся и забыл концовку. Студенты комментируют мировые новости. Мастер-класс от Ивана Абраменко А.К. Милиман. Специальный гость Дмитрий Борецкий. И снова ночь, и снова на бетро в пути. Эскалатор несет в центру земли. Вот такой песни из моей студенческой молодости мы начинаем сегодняшний выпуск. И не случайно, да, международные новости сегодня нам будут комментировать студенты. Поехали! Главная новость начала недели, угадайте, какая? Без понятия. Главная новость прошлой недели, на самом деле, вышел альбом Кани Веста. Видела обложку, она очень странная, выполнена очень по-дизайнерски. Ничего не говорит. Ничего не говорит? Новость-то. Animal Jazz вышел, наконец-то, видеоконцерт. Для меня новости. Натянут эту угасеть в подъезде на рассвете, мы без лишних слов, без лишних слов, нет? Другой друг, какая клюв. Компания Nissan научила парковаться офисные стулья. Люди ленивые стали просто. Я бы побоялась, а вдруг она не подъедет или куда-нибудь уедет. В районе Лондона добыли первую нефть. Англия сможет стать вот такой нефтяной прям державой? Ну, она не сможет стать нефтяной державой. Она будет так же, как и раньше, чайной державой. Нет, мир она не обеспечит, я думаю. И все, мы вас больше мешать не будем. Спасибо большое. Вы смотрите Большой Барнаул. Поговорим об игровой индустрии. Там сейчас дикий подъем. Алишер Усманов вкладывает 100 миллионов долларов в киберспорт. Зарплаты, а гонорары, гонорары игроков примерно приближаются к зарплатам футболистов. Появляются свои комментаторы, телешоу. И вообще происходит очень много интересного. И сегодня в связи с этим, ну и вообще, потому что мы узнали о таком человеке, будем играть и разговаривать с одним из представителей игровой индустрии в Барнауле. Вот, Иваном Абраменко, А.К. Милиман. Вань, я правильно? Все правильно. Привет. Вань, ну в общем, давай играть. Я буду задавать тебе вопросы. Для начала расскажи, что вообще это за игра Hearthstone. Компания Близзард, так как у нее огромная вселенная, огромная история, она решила выпустить карточную игру по своей вселенной. Мысл игры в чем? Тебе надо убить своего противника, и тебе надо тут меняться карты, именно карты, делать выгодные для себя, размены невыгодные для противника. Можешь сразу ящер оставить, и карты добирают за три мана интеллектом чародеев. Как ты сам начал играть, вот, конкретно в Hearthstone, допустим? Я болел сильно, и поэтому валялся дома. Я хотел просто вот сидеть, что-то там, что-то делать, и чтобы что-то происходило. Напомни, сколько тебе лет? 26. Ты, я как понимаю, ты же не просто играешь. То есть ты, вот чем ты занимаешься? Изначально я просто стримил, и показывал хорошие результаты. Стали приходить люди, ко мне стали обращаться студии, которые уже давно занимаются трансляциями турниров. Утро их и свои комментаторы. Я подумал, надо попробовать. О, кстати, молодец, хорошо выставился. Нет, нет, теперь перехвалил, надо было кабаном. Я стал комментировать, мне стали давать часы комментирования. В лицо не забудьте, ага. И сейчас я состою в команде Na'Vi. Это такая крутая команда. Она давно уже на рынке. А я там занимаю место как кастер, как стример и комментатор. Что интересно, на турнирах по этой игре ребятки есть, начиная с 14 лет, заканчивая, наверное, с 45. По последним данным, в эту игру играет 40 миллионов человек. Сразу тебе скажу. Серьезно. 40 миллионов человек. Сразу говорит, ты вступаешь на опасную дорогу. Вот это вот просто и в обучении многие не возвращаются уже. Меня тоже спрашивают, а как относятся твои родители? Поначалу, конечно же, негативно. Потому что, чё, кому там игрушки, тебе сколько лет? Я ушел, когда у меня был 24, и в принципе, у меня была хорошая должность банки. Я так хорошо дорос. Для них это было, блин, уйти и заниматься вообще, не пойми чем. Какие-то там трансляции, игрушки. Ты показал прям электронные кошельки, что там. Ты показал переписку с спонсорами, и такие, ух ты. Ничего себе, правда, это может заработать. И сейчас они меня полностью поддерживают во всем. Там такие суммы уже на турнирах. Бывает, например, если брать ту же Доту Интернешнл, там уже под 8-10 миллионов призовые идут. То есть очень крутые суммы. Сейчас я тебе научу самому мастерскому уходу. Жми эскейп. Жми эскейп. Видишь, там есть сдаться. Да, вот это можешь нажимать на него. Ну и в конце сюжета, по нашей традиции, мы дарим Ване грамоту почетного жителя Большого Барнаула. Спасибо большое, что позвал. Было очень приятно. Вы смотрите Большой Барнаул. Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Дима надень узких джинсов», в которой всемирно известные барнаульцы исполняют песни никому неизвестных исполнителей. И сегодня наш герой Дмитрий Борецкий, который исполнит... Ну, он мне говорил название, но вот честно, я не запомнил. Там, где нас нет, горит невиданный рассвет. Там, где нас нет, море и рубиновый закат. Там, где нас нет, лес, как малахитовый браслет. Там, где нас нет, на лебединых островах. Там, где нас нет, услышь меня и вытащи из омута. Веди меня в мой вымышленный город, вымощенный золотом. Во сне я вижу дали иноземные, где милосердие правит, где берега кисельные. Ну-ка, слезы вытер, то ли дело их сын. Сразу видно, он лидер. Слышишь, если спросят, ты ничего не видел. Он весь в отца, из него ничего не выйдет. Все разворовались, а бывал непобедим. Ваш ребенок замкнул и не ладит с коллективом. Марш в детский сад, дружный класс, дважды два, раз на раз, башь на башь. Че, засал? Не пацан? Только глянь на себя, тут фингал, там синяк. Хулиган, стыдоба, как ты смел. Кем ты стал? Мой-то? Да все в облаках, как в детстве витает. Ты ничем не лучше других чудес не бывает. На! Сделай пару тягостей, стены полетят. Че, ништяк? Че, по шестьдесят? Бери сейчас, тихий час. Твои друзья десять негритят. Как ты был неблагодарный, так жизнь сломал мне. На могильном камне пусть выберут, как-нибудь пошикарно. Там, где нас нет, горит невиданный рассвет. Там, где нас нет моря и рубиновый закат. Там, где нас нет, лес, как малахитовый браслет. Там, где нас нет, на лебединых островах. Там, где нас нет, услышь меня и вытащи из омута. Пусти, в мой вымышленный город, вымышленный золотом. Во сне я вижу дали иноземные, где милосердие, где берега кисельные. Там, где нас нет, горит невиданный рассвет. Где нас нет, моря и рубиновый закат. Где нас нет, везер с молокитовый браслет. Где нас нет, где нас нет. На следующей неделе в Барноле будет много событий, о которых расскажут все. Из-за Дня Защитника Отечества изменят расписание пригородных поездов. О своей работе отчитается глава администрации города, и это не код. А в филармонии выступит вокалист Андрей Святский. И обо всех этих событиях вы не услышите ни слова. В следующем выпуске Большого Барнолла. Передача о городе, который больше, чем вы думаете. А ну послушай, Никит, что за дела, Никит. Ну что за выпуск, Никит? Первый был лучше, Никит? Ну что за титры, Никит? Ну что за рэп, Никит? И рубрика про новости это не круто, Никит? Ты постригись, Никит. Найди работу, Никит. А что, Никит, может быть сделать песню про Никит? Назвать ее, Никит? Сплошной провал, Никит? Но ничего, Никит, мы тебя любим, Никит. И я люблю тебя, как Никита любит Никиту.